Доброе утро! День Святого Валентина закончился, а вот праздники нет. К примеру, сегодня, 17 февраля, день спонтанного проявления доброты. В нашей стране этот праздник не очень хорошо известен, а вот в Европе и за океаном очень даже знаменит. Кстати, а когда вы в последний раз спонтанно появляли кому-нибудь доброту? Вы пока думайте, а я спрошу мнение коллег. Когда покормила колбасой соседскую собаку. Вчера. Это можно назвать добротой? Ну, для собаки, да. А для меня? А и для тебя тоже. Ну вот. Это был очень добрый поступок с моей стороны. Я не доела весь пирог с утра. То есть я видела, что осталось в двух кусочках. Честно съела один, хотя хотела оставить только крошки, но оставила для любимого супруга. Было буквально вчера. Я шел в магазин за грандиозными покупками. И вот захожу в магазин и смотрю, вот лежит вот вкусняшечка. Я вот проявил вот это вот спонтанно к себе и купил себе вот эту вкусняшечку. Вот буквально вчера. А, я еще вчера вечером в 23 часа уже поздно вечером варила борщ. Это, я считаю, очень добрый поступок с моей стороны. Кошечки, собачки или хомячки. С кем себя ассоциируют мурманчане? Профессия с юных лет. Знакомимся с мастером мужского салона красоты. Родные пенаты, пельмени и режим. В гостях капитан хоккейного клуба «Мурман» Олег Тарнародский. Доброе утро! Знаете, о чем сегодня я размышляла? О том, что у некоторых из нас есть питомцы. И они имеют определенный характер и манеру поведения. А иногда даже полностью походят на своих хозяев. Интересно, если бы вы были домашним животным, то каким? И почему? Я была бы ирландским волкодавом. Вот, жила бы в квартире. Вот это интересно. Мне просто нравятся очень большие собаки. Я бы, конечно, была собакой. А какой породы? Ой, наверное, корги. С одной стороны ленивые, с другой стороны непродушные. И в то же время мы перехожим. Они ленивые? Я бы сказала, что они очень активные. Ну, активные, но и полежать-то они тоже любят. Вот, то есть приятные с полезными, покушать тоже. Не знаю, хомячком, наверное. А почему? Что, гуршать люблю? Ничего себе неожиданный вопрос. Какой домашним животным? Да. Понятно, что собаки-кошки у нас, да? Это стандарт. Ну, это понятно, да. Мне бы сейчас сразу в голову пришла крыса. Она же все в дом, все в дом. Все для дома. Я бы тоже крысой была. Но ты и так крыса. Ну, я знаю. Я же с 2008 года. Мышеная. Кошкой. Кошечкой? Да. А какой? Какого цвета? Полосатенькой. Домашним? Да. Домашним животным, собачкой. Да, чтобы можно было есть и толстеть всегда. И радоваться жизни. Я была бы котенком. Какого цвета? Оранжевого. Ну, у меня была собачка, у меня была кошечка, у меня была свиночка маленькая. Так не знаю. Хорошим животным. Хорошим были бы животным. Не важно каким. Не важно каким. Просто хорошеньким. Котом, наверное. Или кошечкой. Потому что люблю кошек. Но я бы сиамский. И моя любимая порода. Ну, в общем, породистая была бы кошечка. Да, голубые глазки. Серая такая шерстка. Да. А я бы хотела быть игривой, такой задорной лошадкой. Она ведь считается за домашнее животное. В общем, любите своих питомцев, заботитесь о них и будет вам счастье. Всего вам хорошего и до встречи. Сегодня, 17 февраля, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег в отдельных районах Измарось. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. На севере области в порывах до 17 метров в секунду. Метель, гололедица. В Кандалакше минус 18 градусов. В Апатитах минус 21, в Кировске минус 14. В Никеле и Заполярном 13 градусов ниже нуля. До 14 опустится столбик термометра в Североморске. В Мурманске минус 12, минус 14, небольшой снег. Сегодня солнце взойдет в 9,05. Зайдет за горизонт в 17,00. Удачного вам дня! Бродобрей, цирюльник, барбер. Все это название одной и той же профессии. Сегодня мы познакомимся с мастером в сфере мужских бьюти-услуг по имени Джонни. Все подробности у моего коллеги Ивана Герасимова. Знакомьтесь, мастера, в руки которого я доверился, зовут Джохаргир Хатанджанов. Но среди коллег он больше известен как Джонни. Почему-то у меня это имя сразу вызвало ассоциацию с советским фильмом «Человек с бульвара Капуцинов». Там героя Андрея Миронова как раз звали Джонни Фёст. О, Джонни, я хочу как в синематографе. Прошу тебя, сделай монтаж. Но сам барбер свое второе имя ни с чем не ассоциирует. Оно появилось исключительно из практических соображений. Джохаргир как-то на русском языке как-то неудобно, поэтому мы укоротили на Джонни. Странная особенность давать людям другие имена, якобы для упрощения. Хотя, между прочим, Джохаргир – это имя старинное. Так звали историческую личность. Джохаргир был военным и государственным деятелем, и четвертым падишахом империи великих монголов в 17 веке. Это так, для справки. Джонни к военным делам и политике никакого отношения не имеет. Его профессия – баррехмахер. Я в Узбекистане родился в 1996 году. Ну, в Узбекистане. В каком городе? В Анжанской области, город Асакен. Интересный факт. В Узбекистане производят отличные инструменты для бродобреев, которые не уступают по качеству и практичности другим мировым брендам. А вот вам и еще один любопытный факт. Бывший президент Узбекистана, Ислам Каримов, провел в стране образовательную реформу. Дети в 12-13 лет начинают осваивать некоторые профессии, чтобы уже по окончании школы иметь возможность устроиться на работу. Мой дедушка, да, он хотел сильно, чтобы я стал баррехмахером, он мне сдавал на это, под мастер, чтобы учиться. Ну, когда я начал, да, мне 13 лет было. Получается, Джонни стрижет уже 12 лет. Не уверен, что в России найдется много профессиональных барберов, которые в столь молодом возрасте могут похвастаться таким опытом. Три с половиной года назад в Владивосток приехал в Узбекистан. Ну, первый раз я в России. Там не приходилось работать, приходил? Ну, там приходил, да. Ну, как-то там с деньгами проблемы у меня были. А где-то два месяца назад туда, в Мурманск, приехал. Разобравшись с финансовыми обстоятельствами, Джонни решил начать, как говорится, с чистого листа. Для этого и переехал в столицу Заполярья, где живут его родственники. Как долго он здесь пробудет, еще не знает. Я еще не думал, но еще буду здесь где-то два года. А потом куда? В Москву? В Нью-Йорк? Ну, посмотрим дальше. Шаг за шагом Джонни идет к поставленной цели. Сейчас делает упор на изучение языка. Несмотря на то, что он еще не в совершенстве владеет русским, это не является камнем преткновения в его работе. Чтобы понять, чего хочет клиент, разговорного русского, которым уже владеет джахаргир, полностью хватает. Мастер предпочитает работать в классическом стиле – ножницами. Стрижет не только волосы на голове, но и ухаживает за бородой и усами. А также занимается окрашиванием. А вот вам еще один факт в пользу барберов с Ближнего Востока. С давних времен, по религиозным соображениям, в мусульманских странах женщин стрягут только женщины. В таких условиях, чтобы мужчины не заходили и не видели дам без паранджи. Поэтому общих салонов красоты там нет. В основном мужские, где мастера тоже исключительно мужчины. Что не сделаешь ради красоты, даже в мужской салон прическа пойдешь. Хорошего вам дня. Пока-пока. Увидимся. Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны. Желая подставить кому-то подножку, не подскользнитесь сами. Теория бумеранга работает всегда. И мелкие пакости тоже имеют свойство возвращаться к отправителю. Тельцы. Настало время сбросить маски и открыто признаться о своих чувствах. Знаете, вам не о чем переживать. Они взаимны. Близнецы. Сегодня вы будете невероятно удачливы. Причем не только в крупных делах, но и в мелких заботах. Раки. Не будьте транжирой, иначе ваши финансы запоют романцы. Подсчитайте свои доходы и сократите расходы. Продуманность поможет вам с большей пользой распоряжаться деньгами. Доброе утро. Нет пределов человеческой фантазии. Даже если до вас уже что-то придумано, всегда есть вариант его модернизировать и усовершенствовать. Берем велосипед и начинаем креативить. Кататься на велосипеде по льду легко. Для этого необходимо малость усовершенствовать средства передвижения. Анонимный инженер ведет свой канал YouTube, где воплощает свои безумные идеи. Новая мысль поставить вместо колес на велосипед диски от циркулярной пилы была успешно реализована. Я, честно говоря, даже не знаю, как назвать это гениальное произведение. Это велоселед или пилосипед? Хм... Кстати, ко льду и острым конькам мы еще вернемся буквально через минуту. Так что дождитесь. Обязательно дождитесь. Хоккей, часовые пояса и домашняя еда. Олег Тарнарудский, человек и капитан. Цветок и полумесяц творим загадочные узоры на руках. Итак, друзья, наш выпуск продолжается. И у нас гость на нашем красном диванчике. Это капитан хоккейного клуба «Мурман». Хоккейного клуба, естественно, с мячом, если вы вдруг забыли. Олег Тарнарудский. Олег, привет. Здравствуйте. Как дела? Как вообще настроение? Да, все неплохо. Ты сегодня решил коротко очень отвечать. Да, все неплохо. Хорошо. Ты из Кемерово в Мурман перешел летом прошлого года. Ты вот за это время успел побывать на родине или пока не удалось еще? Ну вот, мы как раз приехали с выездой, где последний город был Кемерово. Поэтому три дня на родине провел. Так, чуть-чуть маленько посмотрел. Рассказывай, рассказывай, да что делал за эти дни? Да, три дня это очень мало. Поэтому успеваешь только пообщаться с родителями. Да, и в принципе все, потому что все равно основная задача на выезде – это отыграть матчи. И поэтому самое главное – это подготовиться к нему. То есть за день до игры ночью, уже ночью в гостинице с ребятами. Там, ну, все эти моменты, тренировка опять же. Поэтому успеваешь только там пообщаться с родственниками, там, побыть дома. Посмотреть те места, поностальгировать маленько. И, может быть, отведать чего-нибудь из маминой стряпни. Что удалось? Ну, опять же, все-таки режим много не позволяет. Поэтому так маленькую порцию перемешать. Маленькую – это вот сколько? Вот маленькая порция в Кемерово. Это 12 штук? Ну, около того что-то. Но маленьких, да? Больших. Я знаю, что ты сейчас вызывался в сборную. Пусть даже и вторую сборную, как она правильно называлась. На открытый кубок Красноярского края. Что это, расскажи. Это что был за турнир? Сколько команд участвовало? Три команды участвовало. Енисей и две сборные. Россия первая, вторая. Я думаю, что турнир больше такой проспотровый. Оценить кандидатов и Енисей в первой сборной. Дать шанс ребятам, тем, кто был во второй сборной. Поэтому, ну, как-то так вкратце. Вот тебе был дан шанс, как представитель второй сборной? Ну, конечно, шанс сыграть против, наверное, одних из лучших хоккеистов в нашем чемпионате, в нашем виде спорта. И, в принципе, довольно-таки интересный опыт. Посмотреть, опять же, окунуться в другую атмосферу и сыграть, может быть, другой хоккей. На других где-то скоростях или... Ну, это всегда дает только положительный толчок, наверное, и очень интересно. Посмотреть на себя в этой атмосфере. Посмотреть, что еще нужно. В принципе, наверное, вот так. Так получилось, что Кубок как раз перед концом сезона, перед решающими играми, получается, 4 игры осталось. Насколько тяжелым тебе, получается, перелет дался? Потому что ты летел, получается, в Красноярск. Сейчас вот в Мурманск часовые пояса, опять же. Это физически тяжело, как думаешь, на конце сезона скажется? Ну, я надеюсь, что нет. Потому что, да, ну, конечно, перелеты постоянные, это довольно-таки такой тяжелый момент. Они все равно сказываются на самочувствии и на эмоциональном фоне. Ну, это, наверное, наша работа, и надо как-то выкручиваться, находить положительные моменты. Ну, в целом, я не почувствовал какое-то там напряжение. И было время, и, в принципе, восстановиться. Думаю, что в этом плане все нормально. Я на себе каких-то отрицательных воздействий не почувствовал. Посмотрим, конечно, как это скажется в ближайшее время. Судить, конечно, уже будем после этого. Но надеюсь, что все будет нормально, все будет хорошо. И я справлюсь, и ребята справятся с прошлыми вырезами, что как-то это все будет хорошо, так сказать. У нас программа утренняя, поэтому вопрос, естественно, как спортсмену, насколько соблюдается вот с этими, опять же, часовыми поясами режим питания. Потому что иногда прилетаете там, условно говоря, в 4 утра, а у тебя по внутренним биологическим утра уже там 8-9 утра, и нужно уже завтракать. Что, кстати, на завтрак ешь? Ну, наверное, если вопрос про биологические все эти ритмы, да, начнем с этого. В принципе, мы, неважно от какого, от часового пояса, от того местонахождения географического нашего, где мы находимся, где у нас предстоит игр, мы живем по своему времени, стараемся. И завтракаем в свое время, когда, как тебе положено, это в Мурманске, как это по московскому времени, поэтому. А мой завтрак, мое утро, оно, опять же, складывается от того, что когда тренировка, когда игра, в какое время, и от этого ты уже отталкиваешься. Если там игра дневная, в час, там, утренняя тренировка, стараешься, можно сказать, совсем легко позавтракать, чтобы на тренировке себя комфортно чувствовать. Если это вечерняя игра, то, опять же, можно позволить себе там плотно позавтракать и... И не пообедать, чем? Не, почему? И потом и пообедать. Ну, то есть, это все нюансы и зависит, я говорю, много чего от времени, от того, как ты приехал, а сколько ты приехал. Все это накладывает свои отпечатки. Вопрос, наверное, больше даже от болельщиков, вопрос боль, потому что болельщики, у них свои ответы. И мне хочется вот тебя, как капитана, спросить. Команда на предпоследнем месте идет сейчас, вернее, на таблице. Вот что не хватает, может быть, где-то дожимать соперника? Либо в начале, когда я видел, пропускаете там несколько сразу шайб в первых, там, 10-15 минутах. Мечей, да, я уже шайб. Мечей, конечно же, да. Вот что, как думаешь, вот ты находясь внутри, что не хватает? Знаете, такой вопрос, если бы мы знали бы, наверное, конкретный ответ, то, наверное, этого не было. Если ты можешь что-то сделать, ты, скорее всего, это делаешь. Поэтому здесь, наверное, Мурман нельзя же отнести к фаворитам чемпионата, да? И плюс команда собралась, можно сказать, новая. Это все все равно очень сильно влияет и на взаимодействие, и на игру вообще в целом. Поэтому наша задача добавлять от игры к игре, развиваться как хоккеистам, как личностям. А, ну, сезон это очень мало. Я говорю, мне сложно как-то оценивать игру, опять же, это мнение болельщиков. У каждого болельщика свое мнение, которое, опять же, оно формируется там в связи с тем, что он видит, что он хочет видеть. Понятное дело, там, каких-то обид мы на болельщиках не питаем. Они тратят свое время, приходя на матчи, они приходят как в театр, как в кино и хотят видеть что-то, да? То, что что-то, может быть, мы показываем, что-то не показываем, это, конечно, наша работа. И мы максимально от себя, конечно, хотим выдать какой-то результат, какую-то игру, да. Но пока, наверное, не все удается, но думаю, что отчаиваться-то пока не стоит. Я думаю, четыре игры домашних, отступать некуда. И, в принципе, наш российский характер, может быть, сработает. Долго запрягаем, быстро едем. Спасибо, что пришел, уделил нам время. Друзья, напоминаю, что уже сегодня вечером состоится хоккейный матч, поэтому в 18.30 ждем всех, абсолютно всех, без исключения, на стадионе «Строитель». Поддерживаем Мурман. Ну и, конечно же, смотрим продолжение нашего утра. Продолжение гороскопа прямо сейчас. Львы, впереди радостное событие. Отпразднуйте его с родными людьми. Счастье имеет свойство увеличиваться в масштабах, когда вы делитесь им с другими. Девы, с вашей рассеянностью не лишним будет завести парочку новых ежедневников. Еще лучше установить напоминание в телефоне. Иначе забудете о важных событиях. Весы. Если вы не можете изменить коллектив, в котором работаете, то выходов всего два. Принять людей такими, какие они есть, или же искать себе новое место работы. Скорпионы. Вы попали в неловкое положение. Подмога придет с неожиданной стороны. Выкрутиться поможет человек, от которого вы даже не ждали помощи. Даже пандемия не в силах остановить уже ставший традиционным международный культурный фестиваль «Баренц Спектакль». В этом году он начинается уже сегодня. С 17 по 21 февраля мероприятия «Баренц Спектакля» пройдут по обе стороны границы – в Мурманске и Киркинессе. Только ввиду закрытости границ состоятся они автономно и будут держать связь посредством онлайн-общения. Полную программу и расписание можно найти на сайте фестиваля «Баренц Спектакль.НО». В общем, следите за событиями фестиваля онлайн, либо же приходите на площадку перед Мурманской областной библиотекой. С сегодняшнего дня и до 21-го там будет специальный светофон. В общем, я дальше не буду ничего рассказывать. Приходите и сами получите ответы на все вопросы. Ну и, конечно же, смотрите в заключительной части нашей программы. Сериал «Клон» и «Узоры Хной». Наше утро в гостях у мастера Мехенди Татьяны Осетровой. Друзья, всем привет! Думаю, наши зрители уже давно привыкли, что утро корреспондентов начинается в самых разных необычных местах из каких-то обязательно приключений. Вот сегодняшний день тоже исключением не стал. И я его начинаю в гостях у Татьяны Осетровой, мастера Мехенди. Сегодня мы распишем мою правую ручку. Доброе утро! Мехенди – это роспись по телу Хной. Такая техника появилась около пяти тысяч лет назад, предположительно в Индии или Персии. Тогда ее могли позволить только очень богатые, знатные люди. Но со временем замысловатое украшение стало не только доступным для всех, но и превратилось в визитную карточку восточных красавиц. Считается, что символы, нанесенные на тело, обладают магическими свойствами. Одни элементы приносят удачу, деньги, любовь, другие открывают дорогу к мудрости и просветлению. Сегодня я подобрала такой интересный эскиз. Я хочу соединить полумесяц и цветы. И то, и другое – очень женственный такой символ. Луна, она у нас добавляет такой загадочности, какой-то такой изюминки в образ. А цветы – это стандартный такой символ для женщин, он означает красоту. В каждой девушке должна быть загадка, а загадки, как известно, привлекают мужчин. Татьяна признается, ее клиентки у противоположного пола вызывают особый интерес. Девушка приходила, мы без задней мысли просто рисовали цветочный узор, но она потом делилась со мной и говорила, что на самом деле с рисунками на теле ощущаешь себя по-другому. Больше внимания получаешь действительно от мужчин, но привлекают же рисунки внимание. Но ощущения приятные, так немножко щекотные. Да, немножко щекотна паста, когда подсыхает на теле, она начинает немножечко такой охлаждающий эффект приносить. Вот, в принципе, сам процесс проходит очень приятно, тело расслабляется, получается такой массаж, так как мы при рисовании задействуем нервные клетки на коже. Я почему-то сразу вспомнила сериал «Клон». Не знаю, вы смотрели? Конечно. Минутка ностальгии для прекрасных дам. Интересно, а кто вам больше нравился – Лукас или Саид? Думаю, многие восхищались красавицей Жадди и мечтали о таких же изящных узорах на руках. Как оказалось, этот тренд актуален до сих пор. Познакомилась я и начала рисовать сама с 2015 года. И мне вот до сих пор вообще это искусство никак не надоело, ни на грамм. Каждый раз что-то новое приходит в голову, какие-то новые идеи, какие-то новые задумки. Мы также проводим фотосессии еще с Мехенди. То есть это тоже такой интересный виток творчества. Можно продумать целый образ, причем и этнический, и современный. Главный плюс Мехенди в том, что эта роспись абсолютно безопасна. Специальная паста на основе хны не содержит вредных химических веществ. Рисунок на теле сохраняется на полторы-три недели. Зависит от места нанесения и ухода. Чтобы подольше походить с красивым узором, нужно смазывать его один-два раза в день подсолнечным маслом. Так, ну что ж, друзья, вот такой рисунок у нас получился. Цветочек и месяц. Буду вас еще какое-то время радовать им в эфире. Посмотрим, сколько продержится. Ну, а так я, конечно, очень довольна. Захотелось даже пересмотреть сериал «Клон». Согревайте себя узорами на теле. Пока-пока. И вновь за советом к звездам. Стрельцы, не стоит брать на свои хрупкие плечи ответственность за всех и вся. Пусть каждый отвечает сам за себя. Козероги, прежде чем трубить во все колокола, разберитесь в сложившейся ситуации. Вы склонны делать поспешные выводы. Водолеи, сегодня вы услышите любопытную сплетню. Однако не спешите делиться ею со всеми подряд. Оставьте информацию при себе. Рыбы, обида на любимого человека портит вам настроение. Может быть, его проступок не так уж серьезен и заслуживает прощения? Ну и в конце выпуска, друзья, напоминаю, что 17 февраля сегодня день спонтанного проявления доброты. Поэтому проявите кому-нибудь доброту. Можете к знакомому, можете прямо к незнакомому. Главное, чтобы это было спонтанно. Хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин